Но по наиболее распространенной версии, значит, Александр умер, и на престол вступил его брат Николай. Николай к правлению не готовился, дело в том, что он, в принципе, был братом третьим, и ему престол, по идее, перейти не должен был. Но по итогу, в общем, престол ему достался, потому что брат, который был после Александра и перед Николаем по имени Константин, он оказался, ну, в общем, испуган в том числе и судьбой своего отца Павла, поэтому он отказался позанимать предложенный ему престол. И, таким образом, Николай I становится государем. Так, запись уже кто-то начал, ну, начало, начало, хорошо. Отдельно можно начать? Только остановить, ну и хорошо, пусть идет. Значит, произошло следующее. Он, значит, приходит к власти, восстание декабристов. Очень легендаризированное такое событие в отечественной истории. То есть, в советской особенно, там, декабристов изображали большими героями. Вот. Но, на самом деле, восстание декабристов, мы сейчас должны понимать, что это было, ну, по крайней мере, явление достаточно сложное. В чем сложность? Ну, есть мнение, что это, на самом деле, последняя попытка дворцового переворота, но только более, так сказать, с одной стороны, широкая, но при этом... Так, народ, кто там по видео-аудиосвязи, вырубите у себя микрофон. Я фанит, в общем. Вот. И, тем не менее, значительная часть тех, кто участвовал в восстании декабристов, это были дворяне, гвардейцы. То есть, собственно, та же социальная база, что и у прежних дворцовых переворотов. При этом надо понимать, что восстание оказалось неудачным, плохо организованным. Но есть такой миф, ну, отчасти миф, что значительная или большая даже часть декабристов была героями 12-го года. Это не совсем так или совсем не так. Короче говоря, значительная часть декабристов в никаком войне 12-го года не участвовала. Ну, вот, в общем, все. Николай пришел к власти. Что он делает? Ну, естественно, если вас с самого начала пытались свернуть, вы, вероятнее всего, определенное внимание уделите безопасности. И он создает третье отделение в личной канцелярии его императорского величества, которое занимается политическим сыском. Возглавляет ее граф Бенкендорф. Ну, как, судя по фамилии, да, вы можете догадаться, немецкого происхождения, товарищ. Человек своеобразный, такой, несколько грубоватый. Но при этом, в общем, не надо представлять, что вот этот вот политический сыск, это некое, знаете, подобие там НКВД 37-го года. На самом деле, конечно, режим царский себя защищал, но вы должны понимать, это прям запомните себе, что Романовская империя, да, от Петра до Николая II, она была всегда дворянски ориентирована. Никогда дворян не наказывали слишком строго. Понимаете, восстание декабристов, это была попытка физического уничтожения Николая, да. По приговорам было казнено всего пять человек, ну, наиболее активных. А остальных, так сказать, по каторгам, ну, и то большинство из них вернулось. В общем, и условия на каторгах им позволяли создать себе вполне сносные. Поэтому в то же время какие-нибудь крестьяне, которые совершали куда меньше проступки, их могли казнить очень даже быстро. Или там сечь нещадно. Поэтому дворянская монархия, она и есть дворянская. Социальной опорой было избрано дворянство, и Николай I этот курс вполне продолжал. Время от времени в России вспыхивают восстания, так называемые холерные бунты, ибо эпидемия холера, она там у Пушкина описана. Он еще в то время живой, как мы видим, да, в 30-е годы. В 37-м он только погибнет на дуэли. Да, время от времени вспыхивают восстания, но они не очень систематичны. Естественно, до масштаба Пугачевщины им еще далеко. В 1833 году Николай I принимает эпохальное решение, действительно, которое при всем сложном отношении к его правлению, тем не менее является, безусловно, со знаком плюс. Это создание свода законов, простите, Российской империи. Был такой деятель еще из эпохи Александра I, то есть старшего брата Николая. Вот, по фамилии Спиранский. Спиранский человек, который чуть ли, так сказать, не готовил Конституцию во времена Александра I. Ну, Александр потом так немножко, вот, чтобы вы представляли. Значит, Михаил Михайлович Спиранский по происхождению, вообще-то, сын священника, то есть незнатный совершенно человек, но, действительно, поднявшийся благодаря своим талантам, заслугам, ему под конец жизни, собственно, в 1839 году было жаловано графское достоинство. То есть, ну, одно из высших. Значит, начинал он, скорее, как, говорю, такой законотворец более либерального толка, ну, в том числе, вроде как, и Конституцию собирался писать по заданию Николая... Александра, простите, первого. Но потом подвязался в большей степени на управленческой должности. Да, это Пензе, сначала Пензы, потом Сибирь, да, сибирский генерал-губернатор. В общем, это было огромное по территории такое хозяйство. И в итоге он закончил свой путь, так сказать, в том числе и кодификации законов. Дело в том, что законов понапринимали превеликое множество, а последняя попытка их обобщить, то есть соборное уложение, было только в 1649 году, то есть лет за 200 до описываемых событий. Напоминаю, что то, что Екатерина пыталась там свести, не свелось. То есть, на самом деле, уложенная комиссия Екатерины в целом не дала какого-то результата на горах. Поэтому, друзья, вот кодификация законов, короче говоря, была очень необходима. Появился свод законов Российской империи. Насколько его там соблюдали все, это другой вопрос. Но, тем не менее, многотомник этот появился, и честь за это и хвала и Николаю Испиранскому. Значит, что еще тут стоит сказать? Киселев, один из приближенных тоже Николая, проводит реформу государственной деревни. Весьма важное событие, потому что, ну, как мы знаем, вообще так можете себе зафиксировать, что количество крестьян крепостных и государственных распределялось плюс-минус 50 на 50. Ну, точнее так, где-то процентов 50 было крепостных, процентов 45 государственных, и еще там несколько процентов было, так называемых, дворцовых крестьян. Это крестьяне были, которые были, ну, типа крепостные царя. То есть, царская семья, именно как семья, она владела рядом деревень по всей территории империи. И эти деревни, доход с них шел именно не в государственную казну, а в личную, так сказать, бюджет самого государя-императора и его семьи. И вот этих крестьян там, ну, их было немного. Ну, и решено было, в общем, понавести порядок в государственной деревне, и Киселев, в общем, с этим вполне справился. Реформа госдеревни была достаточно успешной, позволила в известной мере, по крайней мере, двинуть нашу экономику вперед в смысле сборов с государственной деревни, так сказать, производительности труда и так далее. В 1837 году, аккурат, когда у нас погибает Пушкин, в это же примерно время открывается первая в России железная дорога по маршруту Петербург-Царское село. Не то, чтобы слишком длинная. Значит, финансовая реформа Конкрина. Конкрин по происхождению тоже немец, такой более обрусевший. Человек довольно специфический, потому что сам Николай I очень так любил порядок. Вот. Но Конкрин как раз был такой довольно расхристанный. Дядька там не очень следил там за своим мундиром. Но, тем не менее, человек был весьма... Данил Петрович, извините, пожалуйста, к нам тут в кабинет пришли ребята из 110-й. И что? Они тоже зайти не могут. Пусть у вас сидят. Я говорю, у нас же не Хогвартс, а не Гермиона Грейзер. Хорошо. В общем, понимаете, помогите сам, главный принцип. Либо валите сюда, где мест свободных много, полтора метра можно держать. 200, какая он, 300. Все, хорошо. Все. Хорошо. Вот. Сразу, знаете, вспоминается не очень цензурный прикол из интернета про ты опять выходишь на связь. Вот. Ну, ладно. Значит, ну, видимо, прикол не сильно свежий, но смешной. Значит, Конкрин, да? Конкрин – это деятель достаточно интересный. Хотя, конечно, повторюсь, не очень однозначный в смысле своего. Ну, тут он не очень парадный портрет, на самом деле. По жизни он был, скажем, более виду партикулярного. Значит, он произвел, повторюсь, реформу, вот, которая привела более или менее финансы Российской империи в порядок, так сказать. Дело в том, что в Российской империи была серебряная валюта, ну, то есть серебряная рубль, и были ассигнации, так называемые. Ассигнации, собственно, бумажные. И время от времени, да и часто, признаться, они приходили в несоответствие. И если вы почитаете те же «Мертвые души», которые описывают как раз реалии примерно данного царствования, да, Николая Первого, вы увидите, что за одну сумму ассигнациями она была гораздо больше, чем серебром. Ну, то есть, условно, там, к примеру, я уж не помню точный цитат, но что-то типа, там, допустим, 10 рублей серебром или там 25 ассигнациями. Да, Конкрин в том числе более-менее как-то привел это все в порядок, то есть денежную массу. Никаких там супер, может быть, системных реформ не проводил, но определенный вклад его в этом всем и есть. Ну, и, конечно, еще тут отдельно указан указ о обязанных крестьянах. Как я вам уже говорил, в принципе, наш замечательный государь, в общем-то, был человеком дворянски ориентированным. Вот, и вот, собственно, по 1942 году появляется сословие обязанных крестьян, то есть бывших крепостных, которые работали с помещиком по договору, по соглашению, да. Такая мера тоже, в общем, была. Что касается масштабов, ну, это, в общем, не так много, 24 тысячи человек до 1655 года, но и не так мало, в общем, два десятка, ну, в общем, такой вот был тоже указ. Внешняя политика теперь в двух словах. Значит, Россия в 26-28 году воюет с Ираном и присоединяет значительную часть нынешней Армении и Азербайджана, то есть Эреванская, ну, это, собственно, окрестности Еревана, собственно, Армении, Нахичеванское ханство, Нахичевань, ныне это автономия в составе Азербайджана, отделенная от его основной территории. Ну, чтобы вы понимали, сейчас открою карту. Значит, Ереван. Вот, видите, вот здесь находится столица Армении, Ереван, да. Вот Азербайджан, а еще есть, вот она, вот эта Нахичеванская автономия, она входит в состав Азербайджана, но отделена от него территория Армении. Значительная часть перевозок идет через территорию Ирана. Учитывая довольно сложные отношения армянско-азербайджанские, да, вот основной поток идет здесь. Значит, вот Россия эти территории тоже к себе присоединила по результатам войны с Ираном. Потом Россия ведет успешную войну с турками, причем не только одна. В этот момент на сторону России становятся и западные страны. И в итоге Россия расколотила турок, Адрианопольский мирный договор, Турция окончательно признала за Россией Грузию и Восточную Армению. Вроде бы все классно. При нашем же государе идет великая борьба, великая, скорее, по времени, чем по масштабам, на Кавказе. Борьба, там восстание Шамиля происходит, ну и, в общем, иные выступления на Северном Кавказе, которые силами регулярной армии казаков удается все-таки переломить, ну и в том числе с помощью достаточно жестких мер, ибо война на Кавказе имела очень такие, ну, неевропейские, скажем так, облик. То есть там, с одной стороны, кавказцы под предварительством Шамиля, да и не только, угоняли в рабство население приграничных русских поселений. В то же время русская армия выжигала эти самые селения тоже с большой жесткостью. То есть это все была взаимная вполне борьба. Ну, а еще учитывая, так сказать, нравы того времени, если вы посмотрите, как там воевали где-нибудь в Африке англичане, вы увидите, что, по крайней мере, не более жесткими были методы русских генералов, в том числе Корнилова. Ну и тут не указано, но еще себе пометьте, что в 1840-е годы Россия подавляет целый ряд, помогает подавить целый ряд революций в Европе. Дело в том, что в 1840-е годы прокатывается волна революций по европейским государствам, и в Венгрии восстание против австрийцев, например, ну и ряд других выступлений. Россия в них, в общем-то, участвует, даже Турцию поддерживает и помогает против восставших. Николай I боится революций, ну, очевидно, декабристское восстание его немножко в этом смысле ну, что ли, пугануло в самом начале царствования. Так вот, он подавляет, и вот именно с этого момента появляется выражение «Россия как жандарм Европы». Россия, так сказать, сила, которая поддерживает разные консервативные режимы против революции. Но заканчивается все плохо. В 1853-1856 году происходит так называемая Крымская война. Россия, в общем, просмотрела немножко, и против нашей страны складывается альянс. Основные действующие лица — это Турция, это Англия и это Франция. Ну, Великобритания, правильно сказать, на тот момент. Да? Великобритания, Франция, Турция. Против Турции русские войска действуют вполне успешно, но флот, который подходит к, ну, главным образом, к Севастополю, хотя целый ряд операций, так сказать, англо-французские флоты и войска пытались провернуть в других частях, и на Дальнем Востоке, и в Балтике. Но основной, так сказать, почему она крымская, основной накал страстей был в Севастополе. Крымская война показала, что наша армия, которая до этого была вроде бы супер-супер, да? Ну, можете вот это все пойду помаленьку писать. Россия оказалась, несмотря на очень успешные действия в ряде мест и отсутствие у союзников каких-то крупных побед, ну, на самом деле, самое большое, чего они добились, они выбили русские войска из, собственно, южной части Севастополя. Даже не из всего Севастополя, а только из его южной части. Ну, чтобы вы понимали, сейчас покажу. Город Севастополь, он четко делится бухтой на две части. Есть так называемая южная часть, вот она. Есть северная часть, вот она. Вот. И, собственно, союзникам, ценой весьма солидных потерь потерь и сложностей удалось заставить русскую армию отступить на северную сторону. Оставив, так сказать, основной город, да, но, ну, понимаете, в масштабах Российской империи это было, ну, совсем капля в море. Поэтому, в общем-то, война для России, хоть и была скорее проиграна, но разгромом это назвать очень сложно. Тем не менее, она вскрыла большое количество существенных, ну, что ли, слабостей русской армии того времени. Дело в том, что поводом стал спор между католиками и православными, кто будет опекать православные СМИ святыни на территории подконтрольной Турции, да, в Палестине. Ну, точнее, христианские святыни, общихристианские. Но, на самом деле, причин-то было много. Причин. Османская империя точила зуб на Россию за то, что Россия поддерживала православных подданных султана, да, в том числе в их стремлении к восстаниям. В том, что Россия изрядно пообщипала Османскую империю и в каждой новой войне отхватывала от нее какой-нибудь кусок. Ну, а с Западом Россия поспорила, в том числе, и за Черноморских проливов, ну, и вообще, так сказать, Франция и Англия считали, что Россия стала слишком влиятельной. Надо ее было как-то осадить. В итоге происходит война. Повторюсь, она была не слишком масштабной. Это вам не наполеоновские войны, и уж тем более не Вторая мировая. Никто там тысячи километров не проходил. В несколько локальных, так сказать, очагов, которые показали, что русский флот, в значительной степени оставшийся парусным, нужно перевооружать, потому что нужен паровой флот. Англичане и французы уже воюют на пароходах, или так называемых пароходов-фрегатах. Ну, это такие суда, где был и паровой двигатель, и паруса. А у наших пароходы и пароходы-фрегаты тоже были, но их было недостаточно. Поэтому армия русская, которая до сих пор формируется по принципу рекордской повинности, то есть от определенного количества дворов выдают человека, он служит 25 лет. По меркам того времени, учитывая смертность и прочее, это почти всю жизнь. Его забирают там лет в 18, условно говоря, в 20, и он в 45, это уже по тем временам, особенно для крестьянина, весьма преклонный возраст. Поэтому по факту такая армия оказалась неэффективной. Вооружение, именно, так сказать, стрелковое оружие, если в эпоху... Это из учебного отдела. Тоже, кстати, моя бывшая студентка. Из винтовок, то есть из нарезного оружия уже стреляли англо-французские войска, а русские в значительной степени были вооружены гладкоствольным оружием, которое по дальнобойности в известной мере уступало. Запад, ну в общем, война показала, что русской армии, условно говоря, есть куда расти. Вот, ну, тут все мы писать не надо, да, я просто по ним пройдусь, да. То есть русский флот в начале войны расколотил турок, как я уже сказал, против турок у нас все шло хорошо, но потом вступает в войну Англия-Франция, оборона Севастополя в течение года, да, в результате которой наши отступили. Против турок, опять же, все идет хорошо, русские войска берут Хакарс. Ну и в итоге подписывается договор, по которому Россия теряет право на Черном море иметь военный флот и крепости, ну, гражданский флот можно, да, ну и теряет небольшие территории в Южной Бессарабии. Южная Бессарабия, чтобы вы понимали, это там, где сейчас республика Молдова. Вот у нас Молдавия, да, и вот Южная Бессарабия, это тоже вот здесь. Но учитывая, что Российская империя, извините меня, это вся современная РФ, плюс Финляндия, плюс часть Польши значительная, плюс азиатские владения, ну, потери, мягко говоря, небольшие. Обидные, но небольшие. Зато стало вполне понятно, что делать и куда дальше двигаться. Естественно, подобные вещи, они подхлёстывают еще и общественные движения, которые и без того в царствовании Николая были довольно активны, учитывая в том числе его такое, ну, что ли, консервативное, да, консервативный образ мысли, консервативное правление. Да, основные три направления складываются, которые будут и потом развиваться, вплоть до как раз 2017 года. Да, это консерваторы, то есть те, которые считают, что вот при царе-батюшке все ништяк, ну и, собственно, выдвигается теория официальной народности, православия, соводержавия народности. Да, это Уваров, Погодин и некоторые другие. Есть либеральное движение, оно, так сказать, раскалывается на две половины, хотя не надо представлять, что все было вот так рафинировано. Были деятели, которые, в общем, сочетали различные подходы. Это западники и славянофилы. Славянофилы, Бурати Аксаковы, Самарин, Хомяков, Киреевские, они считают, считали, что в русской истории трагическую роль сыграл Петр Первый, что он развернул Россию, немножко поворот не туда, в общем, случился, да, как в известном фильме. И он, так сказать, сломал в известной мере закономерное развитие России, в котором, и они тут опирались на реальные факты, было место и Земским Собором, то есть, ну, по крайней мере, каким-то, если не демократическим, то сословно-представительным органом. И так далее. Они считали, что Петр, именно, так сказать, положил всему этому конец и создал, в том числе, разрыв между крестьянством и дворянством, что действительно было. Потому что значительная часть дворянства была сильно вестернизирована, а народ-то, в общем, остался там же, там, в 17 веке, условно говоря, да. И поэтому, вот, славянофилы об этом говорили. Были и деятели, типа, западников, которые Грановский, Тургенев, известный писатель, да, наш, Карелин, Чечерин, Соловьев, которые считали, что Россия, так сказать, это часть западного мира, и ей надо ориентироваться на вот этот вот западный вектор развития. Одним из первых западников можно, в принципе, назвать Чаадаева. Чаадаев, написавший свои философские письма, на мой и не только, на взгляд многих философов, сочинение такое довольно бестолковое, но знаковое для своего времени, в том смысле, что оно, так сказать, породило как раз дискуссию о путях России. Вот. Ну и, наконец, есть радикальное движение, которое в той или иной степени говорит про революционные изменения, да, хотя оно еще радикальное движение только формируется. Оно представлено и известными достаточно деятелями сейчас, таким как Герцен, да, или Достоевский, который, правда, потом отошел от этого всего в молодости. Он был действительно в кружке Петрашевского, вот, но так или иначе общественные движения при Николае развиваются. Но Николай умирает еще даже до конца Крымской войны и к власти приходит его сын Александр Второй. Александр Второй понимает, что все на самом деле плохо. Ну, в том смысле, что не так, чтобы плохо в терминальной стадии, но при этом доброго-то ничего нет, да, страна находится в тяжелом положении, много проблем, причем проблем системных. Это и крепостное право, это и устаревшая система комплектования и вооружения армии, и Крымская война. То есть Александр Второй был умный в том смысле, что ему не надо было повторять дважды. Он понял на примере Крымской войны, что российское влияние, если оно хочет сохраниться, должно опираться на реформы. И он проводит реформы. Самая главная реформа это 1861 год. здесь опечатка, сразу говорю, здесь 1800, естественно, вот здесь правильно, а здесь при наборе в Белине правильную цифрю. 1861 год, естественно, а дата правильная, в феврале. Я, кстати, поэтому по указу крепостного права запомнил, с одной стороны запомнил, когда указ был, а с другой когда день рождения моей жены. Она сама сказала, я, говорит, родила день отмены крепостного права. Я и раньше крепостное право не осуществлял, я же помнил, а дату не всегда. Ну, сейчас помню. Значит, в февраль 1861 года происходит подписание положения крестьян, вышедших из крепостной зависимости. И, собственно, манифест об освобождении крестьян. Всему этому предшествовала подготовительная работа. Сначала, так сказать, довольно скрытно, ну, в смысле как, не вынося это на широкую общественность. Потом был уже сформирован главный комитет. Вот. И в итоге крестьяне обретают свободу. 1861 год. Хотя, при этом, реформа получилась довольно половинчатой. Опять же, как я вам уже говорил, друзья, реформа династия Романовых была дворянски ориентированной. Поэтому, с одной стороны, конечно, крестьяне получили достаточно солидные права. Ну, по крайней мере, относительно того, что у них было. Они получили личную свободу, они получили право заниматься торгово-промышленной деятельностью. Раньше это было все под, так сказать, надзором помещика. Они получили возможность, по крайней мере, формальную, переходить в другие сословия. То есть, допустим, служа в чиновниках, христианин, технический выходец из христиан, мог получить чин колледжского ассессора и таким образом получить дворянство и право на герб. они могли владеть имуществом без, так сказать, возможности его отторжения помещикам. Они начинали участвовать в выборном самоуправлении, могли выступать в суде и поступать в учебные заведения. Ну, то есть, по сути дела, обладали комплексом гражданских прав, коими обладаем и мы с вами сейчас. При этом целый ряд моментов оставался, во-первых, до военной реформы, она будет вскоре, но не сразу, крестьяне продолжали поставлять рекрутов, сохранилась крестьянская община, как, так сказать, не просто какой-то кружок по интересам, а как, так сказать, государственно закрепленные явления. Телесные наказания продолжали применяться крестьянам, ну и, надо сказать, горожанам, мещанам, то бишь, да, но к дворянам они не применялись. Крестьяне должны были выплачивать налоги подушную подать, опять же, основная налоговая, налогоплательщик это крестьяне и временно обязанное положение крестьян. Что это такое? Дело в том, что, как я уже сказал, дворянски ориентированная монархия не могла бросить помещиков без источников существования. поэтому там было сделано так, по-хитрому, часть суммы государства как бы выкупала крестьян у помещик. Получалось так, что помещик выкупала с тем, чтобы потом крестьянин часть, по крайней мере, этой суммы вернул. Ну, типа ипотека. То есть, ты становишься, тебе предоставляют свободу за просто так, но вот землю тебе выкупают. Но выкупаешь ты ее, чтобы было понятие современными реалиями, в ипотеку. Под небольшой процент, но денег много. Ежегодные платежи. Поэтому крестьяне были как бы временно обязанными на этот период и полностью так сказать абстрагироваться от помещика в общем не могли. Хотя, конечно, это был огромный шаг вперед и закончилось тем самым освобождение крестьян. Напомню, в Российской империи первые освобождения крестьян происходили еще при Александре I где-то лет за 50 до описываемых событий. Чуть больше это были крестьяне в западных областях в Прибалтике без земли освобождали их. Но в 1861 году освобождение стало всеобщим. Значит, но это была лишь первая реформа целый ряд реформ происходит потом. Значит, их записывайте можете содержание если не успеваете не все записывать ну по крайней мере даты запишите. Значит, в 1864 году была проведена земская реформа появились земства это некие такие выборные органы местного самоуправления на уровне уездов и губерний. Конечно, значит, заметную и даже подавляющую роль там играли дворяне, но формально в ведомствах были все сословными. Общего такого подобия парламента или земского собора сформировано на государственном уровне сформировано не было, но тем не менее определенные шаги к появлению по крайней мере таких совещательных органов были сделаны. Далее, судебная реформа. Суды стали бессословными, то есть исчезла практика, когда, условно говоря, дворян могли судить только дворяне, а крестьяне мог выдать на орехи каждый. Нет, с одной стороны появлялась сословность, с другой стороны состязательность и суть присяжных. Состязательность, то есть адвокаты, покуроры именно с этого периода, расцветает в России традиция адвокатуры, прокуратуры, юридического мастерства. Дальше, реформа цензуры, достаточно либерализировалась система государственной цензуры, конечно, не до полной отмены, но в общем она становилась гораздо мягче. Производились определенные преобразования в школьном образовании, в том числе школьная реформа, открывали женские гимназии. Конечно, образования не было, как сейчас, всеобщим, что в каждой деревне, даже небольшой, стоит какая-то школа, крайне начальная. Нет, уровень грамотности в этот период был, но не был запредельным. Даже в более поздний период грамотных, особенно грамотных именно не на уровне, тех, которые могли с трудом разобрать буквы, которые что-то могли действительно читать и писать. Таких людей среди крестьянства, казачества было не так, чтобы очень много. Но, тем не менее, шаги в эту сторону делались. В 1870 году появились городские думы, в основном из виднейших и богатейших членов города, которые могли воздействовать, не обязательно дворян, могли воздействовать на политику в городах, и, наконец, военная реформа, как я вам говорил, сохранение рекордской повинности, вот через 14-13 лет после отмены крепостного права происходит военная реформа, и военная служба приобретает более-менее привычный нам вид. Ну и современный, по тем временам, ну и, в общем, сохраняющийся во многих государствах до сих пор. Всеобщая воинская повинность, правда, срок службы был больше, чем сейчас, 6 лет в сухопутной армии и 7 во флоте. То есть, вот такой вот был принят закон. Военная реформа позволила России сделать ряд успешных, ну, про это мы уже говорили, это, в общем, не так важно, произвести, а вот это уже более важно. Значит, Россия, вот это все можете себе, ну, по крайней мере, вот так, на уровне конспекта, конспект сейчас исчезнет, рамка. Значит, Россия после военной реформы, и чуть даже до нее, наши начинают продвигаться в разные стороны. Ну, во-первых, кое-где это удается сделать даже и без какого-то военного участия. На Дальнем Востоке, пользуясь проблемами тогдашнего Китая, давлением на Китай со стороны англо-англо-аличан и французов опиумными воинами, Россия удается к 1860 году сформировать границу Китая, по Пекинскому договору, сформировать ту территорию, ту конфигурацию в Дальнем Востоке, которая есть сейчас. Проблема вот еще в чем. Дело в том, что в это время в Китае правит Маньчжурская династия. Маньчжура это народ, родственный Тунгусам, который как раз так сказать Хартленд, родина которого располагалась ближе на территории российского Дальнего Востока и северо-восточного Китая нынешнего. Маньчжуры завоевали потом весь Китай, даже некоторые сопредельные районы, Монголию. Но поэтому, когда говорят, что уссурийский край Россия забрала у Китая, это не совсем правильно. Китайцев там как раз не было, они там не селились. Они все-таки ареал расселения Китайцев это ближе, южнее и ближе к океану. Эта территория была заселена именно манжурами и родственными народами, теми самыми манжурами, которые правили в тот момент в Китае, но китайцами не являлись. Такая вот хитрая ситуация. В общем, Китай, Циннский Китай, или империя Манжурская империя Цинн, как кому больше нравится, вынуждена была уступить уссурийский край России, но территория была очень малонаселенной, ну а китайские анклавы поселения сохранялись достаточно долго. Если вы почитаете Дарсулу Сала, произведение о путешествиях как раз по этому региону в конце 19 века, в начале 20-го увидите как раз ситуацию, которая там была. В 1862 году Россия продает Аляску штатам. Причина тут такая, что удержать эту территорию было сложно. Она была далеко, русско-американская компания приносила определенный доход, но на содержание столь удаленных колоний нужно было очень много средств. Ну и видите, ситуация была такая, что если бы Америка или Канада, которая в то время фактически была британской территорией, захотели бы ее отжать бесплатно, они бы смогли это сделать. Россия была не в состоянии перебросить туда достаточные войска. Транссибирской магистрали еще не было, ну а пешком представляете себе, сколько бы они там или на подводах шли. Пока они бы шли, там уже бы давно все закончилось. Поэтому Россия продает Аляску США, тем более отношения России и США в тот момент очень хорошие. Дело в том, что как раз в этот близкий период происходит что? Происходит гражданская война в Штатах. Гражданская война в Штатах, которая раскалывает на время Америку на две части, как вы видите, 1861-1865, в ходе которой сошлись Соединенные Штаты Аферики и так называемая конфедерация, то есть Южные Штаты. Спор был в том числе и арабстве, но и не только. Россия открыто, несмотря на Англию и Францию, скорее поддерживали южан конфедератов. Даже был проект введения войск, но отсутствие крупных успехов конфедератов складило скорее Париж и Лондон не помогать им в открытую, но при этом допустим значительная часть валютных поступлений конфедераты имели от продажи хлопка на рынке как раз европейские, а не на северные Штаты. Поэтому и до войны так было. Поэтому собственно Россия же изначально поддержала Линкольна, поэтому в общем продать ему Аляску было довольно логично в тот момент. Золото там откроют позже. Ну и даже понимаете, золото золотом, но в отсутствии нормальной коммуникации со столь удаленным регионом это было не так выгодно, как может казаться. Ну в общем такие вот дела. В правление государя-императора Александра Второго Россия также двигается в Среднюю Азию. Берет Ташкент, создает туркистанское генерал-губернаторство, захватывает Бухарское, Коканское ханство и покоряет туркменов. Где-то эти движения, как допустим на территории нынешнего Узбекистана того же Ташкента это были сравнительно мирные акции. Население там достаточно спокойно воспринимало приход русских. Тем более многих внутренних устоев русские особо не ломали. Да, закрывалась работорговля, так сказать, закрывалась в открытую, но тем не менее во внутренние дела русские старались лезть по минимуму. Сложнее было с туркменами. Туркмены были в значительной степени кочевые, у них была довольно сильная конница. Опять же Россия не могла туда отправлять миллионы солдат. Понятно, что это удаленный регион, их надо снабжать. Поэтому русские контингенты были не такими многочисленными. Но тем не менее под предварительством генерала Скобелева России удалось и этот регион присоединить. Ну и наконец венец внешней политики Александра это русско-турецкая война 1877-1878 годов. Которая показала, что военная реформа правильная была. Русская армия прошла Болгарию вот, несмотря на некоторые сложности, взяла плевну, Софию, столицу нынешней Болгарии, и остановилась в Адрианополе. Адрианополь, нынешний Эдерне турецкий, это на секундочку почти под Стамбулом. Вот у нас Стамбул, а вот Адрианополь, Эдерне. Ну, масштаб, ну, короче, километров 100 до Стамбула было. Недалеко. Можно, причем, учитывая, что Россия прошла вот эти все территории бывшие турецкие, да, и дошла до суда, ну, пройти еще соточку было бы не слишком сложно. Но российская армия остановилась, в том числе под давлением англо-французских сил. Изначально турки с перепугу на самом деле отдавали кучу всего. Сербия, Черногория и Румыния получали независимость. Ну, чтобы кто, если в географии слаб, вот у нас Сербия, вот у нас Черногория, а вот у нас Румыния. Да, Болгария и Босния, Болгария и Босния и Герцеговина получали автономию. Вот, на секунду у нас Болгария, да, вот у нас Босния и Герцеговина. То есть, ой, и Россия получала целый ряд городов, это Южная Бессарабия, это у нас, собственно, это самое, как это называется, Молдова нынешне, практически. И, наконец, ряд городов в Кавказском регионе, в том числе, Батуми, Батуми, столица Аджарии, в составе Грузии, вот, в самый юг. То есть, все круто, да, но западные наши друзья, в кавычках, решили, что много вам будет. И несколько подприжали наши успехи, ну, правда, в большей степени не в смысле тех территорий, которые присоединяла Россия, а в смысле предоставления автономии. Австрийцы прибрали себе Боснию-Берсеговину, Англия прикарманила остров Кипр, правда, на него наши не претендовали особо, но и болгарское государство независимое сокращалось втрое. Правда, на остальной территории создавалась восточная Румелия, так называемая, которая де-факто была автономией в составе Турции. Вскоре, кстати, все, кому все-таки не дал Берлинский Конгресс свободы, наши, в общем, оно само как бы отварилось от турецкого государства. Вот, то есть все было здорово, но, друзья мои, закончилось все плохо. В том смысле, что вот те движухи революционные, они продолжались и постепенно революционеры, так сказать, разделились на три лагеря. Ну, тут немножко странно, ну, в общем, ладно, пусть будет два, да, анархи, потому что тут немножко в таблице круглая с горячим. Ну, даже разберем вот эти два основные. Ну, или три, если вот это переименовать. Значит, некоторые деятели считали, что русский народ к бунту и революции готов. Таковым был Бакунин. Бакунин, видный анархист, кстати, один из, может быть, немногих русских мыслителей, которые на Западе хорошо известны, ну, по крайней мере, политических мыслителей. Бакунина, так сказать, ну, среди политологов, политической философии, он известный человек, он спорил с Марксом, это, в общем, был человек всеевропейского, как минимум, какого-то местечкового российского, а мирового анархизма. Бакунин считал, что русский человек по природе, русский мужик по природе бунтарь. Ему ничего, не надо его раскачивать, он в случае чего за топоры и виллы возьмется по щелчку. А другие, как Лавров, Лавров был преподаватель, в общем, человек такой интеллигентный, достаточно он, как раз считал, что все чуточку иначе. Он считал, что на самом деле народ к бунту не готов, нужно заниматься пропагандой, нужно, так сказать, говорить народу, нужно народ просвещать, показывать ему его плачевное положение, и тогда, глядишь, все получится. Было и третье направление, возглавляемое Ткачевым, ну и другими тоже, которые считали, что надо убивать терроризм. То есть, индивидуальный террор, давайте ухлопаем, так сказать, царя и его приближенных, и тогда все как-то сработает. В это же время складываются первые марксистские организации, которые индивидуальный террор не поддерживают изначально. Один из учителей Ленина, Плеханов, в это время уже начинает работать. Вот Плеханов считает, что если мы убьем царя, то это ничего не даст. Ну, вместо Александра Второго будет Александр Третий. так и получилось, кстати. Марксисты оказались из всех более здравыми людьми, и в итоге значит в 1881 году погибает наш замечательный государь. Да, государь погибает в результате деятельности как раз ну не Ткачева, конечно, а организации Народная Воля. Народная Воля его подрывают бомбами, он вскоре погибает от полученных ранений. К власти приходит его сын Александр Третий. Александр Третий примечателен тем, что его к правлению тоже не особо готовили. Он был вторым сыном Александра Первого и получил скорее военное образование. Но его скажем так судьбище злая бросила на трон, ну может и не злая. Дело в том, что его старший брат умер в сравнительно молодом возрасте и в итоге Александр вынужден был принять так сказать корону на себя. У нас, кстати, умирает батарея у этого у микрофона. Но если что, запасной есть. Ладно. Значит, Александр Второй понятно был не в восторге от того, что его папашку хлопали и принимает он целый ряд контрреформ. Вы все можете их особо не писать, да, но вы должны понимать, что в течение девяти лет Александр Третий, да, который правит следующие тринадцать лет, он вводит целый ряд ограничений, ограничений на деятельность. Раз, 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 раз. Значит, вводит целый ряд ограничений на те свободы, которые его батя даровал. Ну, оно может и понятно, если твоего отца убили, да, в результате реформ, возникает некое желание переоценки ценностей. Хотя при этом на самом деле ряд реформ его был вполне такой социальный. Допустим, запретили труд детский до 12 лет. Но в целом были ужесточены правила цензуры, хотя при этом временно обязанное положение крестьян было отменено. То есть контрреформы были не такие уж ужасные, как мы видим, и в сторону крестьянства, и в сторону городского населения было сделано несколько шагов. Но тем не менее были приняты положения меры к охранению госпорядка и общественного спокойствия. То есть целый ряд реформ был несколько свернут. При нашем замечательном вот это вот по себе по крайней мере частично запишите. Потому что это по сути дела экономическая характеристика России практически до Первой мировой войны. В России, несмотря на то, что Николай, ой, Александр, простите, у нас пытаются изобразить Александра Третьего каким-то страшным крепостником и злодеем, он при нем реформа его отца и его собственная деятельность дала очень хороший результат. Россия по темпам развития в тот момент опережала все страны по темпам роста промышленного потенциала. Формируется буржуазия пролетариат, то есть владельцы предприятий и рабочие, которые наемные. Происходит промышленный переворот. Промышленный переворот, чтобы вы понимали в классическом понимании, это когда у вас развивается станкостроение, то есть машины начинают производить машины. Не просто у вас на импортных станках обрабатывают какую-нибудь ткань из растительного сырья, а у вас идет производство полный цикл. Вы можете и станки производить и так далее. Позвонить решил? Ну ладно. Значит, отрасли промышленности расцветают, все прекрасно. В то же время в деревне сохраняется целый ряд феодально-крепостнических пережитков. Да, крепостного права уже нет, но есть крестьянская община, есть у помещика до сих пор много земли и многие крестьяне арендуют у помещиков землю. Общество все еще делится на сословия, хотя да, уже целый ряд основных так сказать препон преодолены, да, всесословный суд, все дела, но тем не менее все-таки заметную роль сословия все еще играют. Да, там, при доступе к образованию и во многих моментах сословия это все еще достаточно важный момент. Россия вот она так несколько многоукладная, да, с одной стороны есть элементы чуть ли не феодально-крепостические, с другой стороны очень прогрессивные капиталистические. Вот, Александр III войн не ведет, Александр III человек был не глупый, хотя такой очень размеренный, судя по описаниям, как-то раз такая из притча о том, что он сидел рыбачил, приехали какие-то послы, ему сказали, что, в общем, государь, батюшка, пора к послам, он сказал, Европа может подождать, пока русский царь рыбачит. Еще ему принадлежит замечательное и не потерявшее актуальности выражение, что у России есть только два ее союзника, ее армия и ее флот. Вот, то есть союзникам Александр III особенно не доверял, видел на примере политики отца, что постоянных и вечных союзов не бывает, в войны не лез, вот, почему получил прозвище миротворец, так сказать, Александр III миротворец, по крайней мере, в такой про-царской печати, про-императорской, он был как раз миротворец, имел такое прозвище. Вот, значит, так, ну это ладно, он закончил свое правление, умер достаточно рано, своей смертью, хотя, по одной из версий, там было несколько покушений на него, в которых он неизменно выживал и спасался, но определенный вред здоровью там был нанесен, допустим, там однажды упала крыша вагона на него, он ее держал, пока семья выходила, он был здоровенный мужик, как и его отец, мог подковы разгибать, но это, в общем, требует, это посильно для человека, но это требует очень большой физической силы, причем крепкие были ребята последние, Романовы, вот, и, в общем, когда, кстати, еще к этому же периоду относится еще одна притча, дело в том, что была версия, что Павел I, ну тот, который в конце 18-го начале 19-го века был, он был сыном не Петра III, Екатерины II, а сыном Екатерины II от одной из ее любовников, и когда, по-моему, как раз Александр II прочитал две версии, значит, в одной было написано, что от, так сказать, по-моему, от Толи от одного из братьев Орловых, в общем, от кого-то из, так сказать, русского вот этого дворянства высшего, вот, одного из фаворитов, и тогда Александр сказал, слава Богу, мы русские, да, потому что Петр III был так, очень условно русский, вот, а когда прочитал про то, что все-таки от Петра III, он сказал, слава Богу, мы законные, да, то есть, в общем, Александр II, Александр III, они были, может быть, хотя при очень разной внутренней политике, люди были такие юморные, неплохие, ну, в общем, Александр III, может быть, был такой более цельный, более приземленный в чем-то, Александр II, в общем, более возвышенный человек, там, ну, так или иначе, оба они сделали немало хорошего для государства, по крайней мере, для его расширения внутреннего установления, но вот тут Россия спотыкнулась, да, как у нас сегодня уже звучало, пока я бегал к тем, да, не в дальше спыткала украинского спортсмена, то есть, у России произошел, с Россией случился Николай II, да, не то, чтобы Николай II был страшно плохой правитель, но, понимаете, бывают времена, когда в целом в нормальных, ну, в такие, в сносных условиях даже не очень талантливый правитель может править и даже о нем что-нибудь хорошее скажут, да, а бывает, когда, знаете ли, вот, вроде бы, в общем, когда на не очень талантливого правителя накладывается не очень хорошее обстоятельство. И с Николаем II произошло именно это. Ну, это, как знаете, если говорить, уркуш-сколь у нас тут украинская мова, причем, заметьте, не я начал ее разговаривать, вот, хотя я на ней могу разговаривать, значит, штука в том, что в тогдашней, ну, это, как знаете, с Украиной, да, вот, допустим, возьмем двух не очень талантливых украинских президентов, Ющенко и Зеленского. Ющенко был не семи пядей болбу, в общем-то, ну, как правитель, по крайней мере, но его правление прошло, в принципе, нормально, потому что ничего такого особенно страшного в его правлении не происходило. и, в общем, хотя он на втором, хотя он пытался переизбраться, да, и набрал какое-то смешное количество процентов, что очень странно для президента на втором туре, он, в общем, ну, ходит, что-то живой, вполне. А вот на Зеленского упал коронавирус, да, коронавирусный кризис, действительно тяжелый для экономики, и поэтому Украина сейчас в большой беде. Вот так же с Николаем Вторым. Будь он где-нибудь там в середине 19 века или в начале, в принципе, наверное, получилось бы нормально. Но он случился как раз вот в очень переломные годы. В начале его правления его верным, так сказать, сподвижником и соратником был Сергей Юрьевич Витте, который сделал целый ряд преобразований, ввел винную монополию, то есть торговля алкоголем стала полностью государственной. Это позволило в известной мере наполнить бюджет, хотя противники критиковали и обзывали бюджет Витте пьяным. Но Витте, так сказать, из серии «А Васька слушай и доест», да, ему удалось в принципе достаточно успешно бюджет сформировать. В оборот был введен золотой червонец, если до этого рубли были в основном серебряные, как основа, то здесь была введена золотая основа, которая была во всех государствах того времени. Тоже большой плюс. В принципе, Витте начинает, поощряет политику внешних инвестиций, скупает в косну частные железные дороги, пытается усилить темпы индустриализации, повышая тарифы, да, ну, то есть государственные займы создает, да, ну, то есть то, что сейчас называется ОВГЗ, да, облигации внутреннего госзайма. То есть Витте проводит в первые, так сказать, ну, лет 6-7 политики целый ряд важнейших преобразований. Еще в этот же период, можете себе помнить, это реально очень важно для нашего города, в котором мы с вами находимся, это, конечно, в это же время, в конце правления Александра III и в начале правления Николая II создается база, сначала база, а потом сама дорога Транссибирская магистраль. Транссиб важнейшая артерия до сих пор, благодаря которой появился Новосибирск, да, как известно, Берц существовал еще с 18 века, да, но вот долго выбирали место, где пересечет Опь-мост, и, наконец, вот на этом и вырос Новосибирск, Новосибирск город сравнительно молодой, и поэтому именно у нас стоит дюжая фигура Александра III в районе бывшего автовокзала, ну, знаете, наверное, он там довольно явный такой дядька, вот, потому что именно при нем, хотя достроено все было при Николае, началось все при Александре, то есть Витте, не я не хочу, не говорю вам, что он был ангел и вообще величайший государственный муж, он был довольно противоречивый тоже чувак, но в целом он много полезного для государства совершил, но тем не менее, понимаете, в России, у России было целый, был целый ряд проблем, дело в том, что крестьянский вопрос решен не был, крестьяне они чувствовали, что земли не хватает, землю приходится арендовать на помещика, малоземелье, конечно, был вариант уйти в город, но, понимаете, если сейчас мы живем в эпоху, когда у нас существует социальное законодательство, в те времена социального законодательства не было, в современном понимании, рабочие жили в скотских условиях, предприниматель мог, по сути дела, многие им творить беззакония и обиды, поэтому, друзья мои, у народа было много претензий. 9 января 1905 года священник Гапон, связанный с бывшими народовольцами в тот момент складывающейся партией социалистов-революционеров, Паш повел народ, так сказать, к царю. Народ в тот момент был очень нереволюционный, он скорее шел к царю пожаловаться. Да, это были в основном рабочие, но они еще вчера с деревни приехали, у них еще сильны были вера в доброго царя и так далее. С хоругвами, с церковными, ни с какими, ни с серпами, ни с молотками, все вполне такие, и без вилл. Пришли они с дуру и сведомо, очевидно, Николая Второго, ну не мог он не знать о том, что такое деется, короче говоря, демонстрации начали расстреливать при приближении, хотя они в общем были настроены, в тот момент на самом деле можно было договориться, условно говоря, и даже в принципе если бы царь вышел, он бы только свое ренеме поднял, но это мое мнение, но оно не только мое, но с дуру и тут другого слова не подобрать, народ расстреляли. Не то, что всех, но начали стрелять по толпе. Это привело, конечно, к кошмарным довольно последствиям и итогом стала Первая Русская Революция 1905-1907 года. Учитывая, что при этом Россия еще пыталась воевать с Японией за влияние в Корее и на Дальнем Востоке, естественно, война с Японией по этому поводу была проиграна, она и без того там были проблемы, в том числе со снабжением связанной столь отдаленного театра военных действий. В общем, случилась революция, в которой вылились вот эти все причины. Причины, повод, понимаете разницу, повод это какое-то конкретное событие, как спусковой крючок, а причины это то, что подготавливает народ к определенным уже действиям. Значит, в итоге Россия ведет русско-японская война. Россия в начале правления Николая II пытается закрепиться на Дальнем Востоке, пытается влиять на Китай и строить КВЖД. Что такое КВЖД? Китайская Восточная Железная Дорога. Фишка в том, я вам уже говорил, что в то время граница российско-китайская была примерно близка к современной, так вот, строить, ну, тут у нас, значит, находится Владивосток, да, так вот, строить вот так в обход довольно долго, гораздо проще построить вот так, но через китайскую территорию. И вот Россия добивается от Китая прав на строительство Китайской Восточной Железной Дороги на особых условиях, японцам это не нравится, в общем, по этому поводу в значительной степени была русско-японская война. Революция происходит, да, и в итоге происходит немножко, так сказать, пошла на попятную наша власть и разрешают созвать Госдуму. Государственная Дума, то есть законодательный орган, да, можете себе пометить, да, что итогом революции в том числе стало и образование Государственной Думы. Правда, в конце, концов, в 1907 году Государственную Думу разгонят, да, то есть с одной стороны вроде бы 17 октября издается манифест об усовершенствовании государственного порядка, установление Государственной Думы, парламентаризм, начинается работать Госдума, но этой Госдумой такой, где много социалистов, много либералов, недовольны, и в итоге в 1907 году Думу разгоняют, распускают, избирательный закон меняют на более жесткий, и в итоге революция 1905-1907 года, ну, можно, в советское время, конечно, говорили о ее поражении, на самом деле можно говорить об ее весьма ограниченных успехах, все-таки Дума сохранилась, Дума в 3-е и 4-е были достаточно карманными по отношению к государю, да, они были гораздо более долгими, как видите, сидели по 5 лет, в отличие от первых двух, которые по году не сидели, в общем, здесь были, так сказать, правые либералы и проправительственные силы. В России в это время складывается несколько, так сказать, политических линий, и первое, опять же, в двух словах, это социалисты, которые делятся строго на такие неонароднические группы эсеров, социалистов-революционеров, которые вот до сих пор стоят, не брезгуют террором, которые считают, так сказать, что опираются в основном на крестьянство и имеют в голове такие идеи российского утопического социализма. С другой стороны, это РСДРП или СД социал-демократы, российская социал-демократическая рабочая партия. Здесь до поры до времени лидерами являются Ленин и Мартов, но потом они распадаются на меньшевиков и большевиков, вот, ну, большевики чуть более радикальные, меньшевики менее, но в целом они и те, и другие опираются на марксизм. Ну, про марксизм я вам рассказывал, что это такое, когда говорил об исторических концепциях в самом начале. Есть либеральные партии, есть более консервативные или праволиберальные, это октябристы, союз 17 октября, ну, в честь вот этого вот манифеста о введении думы, поэтому 17 октября. И конституционные демократы, которые в историю вошли как кадеты, не те кадеты, которые в кадетском корпусе, а конституционные демократы, КД. Ну, вот, вообще у них партия называлась по-другому. Вот, значит, ну, как вы видите, есть определенные расхождения, октябристы были более консервативные, кадеты более, так сказать, либеральные, но суть примерно одинаковая. Ну, и были консервативные партии, союз Михаила Архангела, союз русского народа, которые, в общем, были про-царские, про-императорские. Ну, и последнее, о чем хочется сказать, до Первой мировой войны, это реформа Столыпина. Значит, Столыпин, человек, ну, вы уже меньше застали, о котором в начале двухтысячных, в девяностых слагались легенды, что он там вообще величайший, величайший, и Столыпин, давайте, значит, ему в ножки пойдем. На самом деле, сейчас мы ее разберем, и я вас отпущу. Буквально три минутки я съем от перемены, но я не виноват, я бы успел, если бы мне не пришлось бегать тут по вузу. Значит, в чем была суть? Столыпин, человек, противник, кстати, всяких государственных дум, такой достаточно жесткий товарищ в этом смысле, он что хотел? С одной стороны, понимаете, в чем дело? Крестьяне все еще хотят земли, а земля значительная часть земельного фонда в собственности у помещиков. Крестьяне получили небольшие наделы. Что хочет Столыпин? Он хочет разделить крестьянскую общину. Дело в том, что земли, которые не помещичь, а крестьянские, они в общине. Община раз в некоторое время производит передел земли. Ну то есть каждому крестьянину, каждой семье точнее, выделяется определенный участок. Вот они, собственно говоря, эти крестьяне-то и переделяют ее периодически. Столыпин предлагает разделить общинные земли на частные и больше уже не переделять. Получается довольно скромно. Заметно весьма много крестьян. Ну да, они пытаются выйти, но община на это смотрит плохо, не очень поддерживает такие абособлические тенденции. Но, тем не менее, часть крестьян действительно уходит на хутора. Но хутор это вот где, условно говоря, если у тебя все поле на одном месте, ты там домик поставил, это хутор. А отруб это когда у тебя там несколько полей разбросаны в нескольких местах. Дело в том, что понятно, что зачастую у крестьянина земли были не в одном месте у одной семьи, потому что земля везде разная, где-то суша, где-то болото, где-то что-то. Поэтому, чтобы всем было поровну бульмень, нарезали, так сказать, может быть, в нескольких местах, через полосица так называемая. К тому же Столыпин предлагает суды, ну, то есть кредиты, на покупку и на подъемные, что называется, крестьянам, чтобы они ехали на Урал, в Среднюю Азию и в Сибирь. Значительная часть наших с вами предков, тех, кто здесь находится и кто по видеосвязи с нами, потомки именно вот Столыпинских вот этих панайховчан, значительная часть Сибирь сильно увеличила свое количество населения именно в этот период. Ну, как вы видите, реформа получилась какая? Да, крестьянство стало быстрее расслаиваться, кто-то беднел, кто-то богател. Конечно, тут еще Первая мировая под Кузьмилы и, наконец, ну, из общины вышло только четверть крестьян. Да, четверть это немало, но и не половина даже. Новые земли переселилось около трех с половиной миллионов, правда, около полумиллиона вернулось потом назад. Реформа, да, дала толчок к развитию Сибири, да, дала толчок к развитию Урала, но при этом основной своей цели создание, так сказать, сильной прослойки таких крепких хозяйств крестьянских, которые могли бы вполне стать опорой самодержания, этого реформа не дала. Почему? Потому что крестьянин рассуждал так, какого лишая, я поеду куда-то в Сибирь, когда вот она земля у помещика, помещик зачастую ей ума дать не может, максимум, что сдает в аренду крестьянам, да, ничего он там никаких прогрессивных хозяйств не ведет, поэтому крестьянское малоземелье сохранилось в значительной степени, ну и ехать в Сибирь, знаете, если вы где-нибудь под Воронежем, это такое себе удовольствие, несмотря на поддержку государства, и погибали в дороге дети, допустим, такое тоже бывало, да, то есть проблем было много, и решить их Столыпинская реформа не смогла, ну а что было дальше, да, у нас получилось не до 1917-го, до 11-го, ну ничего, в следующий раз будет Первая мировая революция, ну и потом Советский Союз. Спасибо за внимание. Спасибо. Продолжение следует...